Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Два новых автобусных маршрута в Самаре. По отремонтированной Дыбенко уже завтра пойдет общественный транспорт. Щиты перед щепки летят в Самаре, уничтожают незаконные баннеры. Триумфальная арка и памятник первому директору спиртзавода. В Новокубишевске отметили юбилей города. Готовь сани летом. Самара вступила в завершающий этап подготовки к зиме. Волнения о том, что в городе отопительный сезон начнется с опозданием, нет. Сегодня эта тема стала одной из главных на совещании в городской администрации. Подводят итоги сезона и дорожники. Большая ремонтная кампания завершается. Стали удобнее не только сами улицы. Изменится и схема автобусных маршрутов. Олег Зверев подробнее. Отопительный сезон в Самаре начнется в штатном режиме. Сегодня работы вышли на финишную прямую. Город к зиме практически готов. Для успешного пуска тепла в квартиры и на социальные объекты подготовлено больше тысячи километров тепловых сетей. 285 центральных пунктов, 103 котельные. Такие данные были озвучены на сегодняшнем совещании в городской администрации. До середины ноября Самара получит паспорт готовности к зиме. Однако городские службы должны быть на чеку. Прошлогодний опыт показал, что холода могут наступить в любой момент. Ну и, коллеги, расслабляться нельзя. Значит, предыдущий сентябрь, годовой давности, он показал, что похолодание может быть досрочным, скажем так. Так, поэтому, конечно, вот то, что было обнаружено в субботу и воскресенье, о неработающих бригадах на участках, значит, этого быть не должно. Ну, значит, контролируйте. Значит, это обязательно нужно все довести до ума. Максимально хорошую погоду исполнить. Успешно завершается и дорожно-строительный сезон. За лето привели в порядок важнейшие улицы, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Приемка работ проходит повсеместно с участием представителей общественности. Глава города поручил особое внимание уделять состоянию газонов, чтобы строители вовремя убирали за собой мусор. А там, где обустройство зеленой полосы входит в план комплексного ремонта, важно, чтобы их состояние отвечало нормативным требованиям. И уже завтра изменится схема движения автобусов. Они пойдут по отремонтированной улице Дыбенко на участке от Авроры до Советской Армии. Там, где раньше общественного транспорта не было никогда. Это вопрос газона, это вопрос знаки, это вопрос разметки, это вопрос, где необходима установка светофоров. У нас, Олег Борисович, для информации по Дыбенко завтрашнего утра мы поехали в общественное движение, два маршрута открываем в данной ситуации. Завтрашнего дня едем с утра по измененному маршруту. Это вот то, что было обещано и губернатором, и вами по улице Дыбенко. На улицу Дыбенко переносится движение автобусов номер 35 и 45, которые до этого ходили по улице Антона Вовсеенко. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Второго шанса не будет. В Самаре уничтожают нелегальные баннерные щиты. Снова вернуться, чтобы испортить внешний вид города, они уже не смогут. Контролируют это не только представители Департамента городского хозяйства, но и общественники. Сколько еще незаконных щитов демонтируют, знает Андрей Горгуленко. Безжалостно и беспощадно. Огромные рекламные щиты превращаются в бесполезные щепки. Все незаконные конструкции, которые демонтировали с улиц города, месяц хранились на базе. Теперь их пилят на небольшие куски, из которых уже будет невозможно восстановить былую конструкцию. Фрагменты щитов складывают и утрамбовывают в грузовик и отвозят в пункт приема металла. За процессом уничтожения впервые наблюдают общественники. Теперь они точно уверены, что ни один щит не вернется на улицы города. Контроль осуществляется администрацией района. И если на нашей территории такая ситуация происходит, то мы подключаемся и всеми нашими возможностями тоже способствуем тому, чтобы если он был убран, уже на место его снова не поставили. Благодаря управляющим районам и благодаря земельным контролем внутригресских районов у нас рейды и проезды совершаются каждый день. И, соответственно, смотрим, какие появляются новые рекламные конструкции на территории. И, соответственно, мы пересылаем их в департамент благоустройство и экологию. За последний месяц улиц города демонтировали 120 незаконных рекламных конструкций. Все они хранятся на закрытой базе, доступ на которую обязаны согласовать даже рабочие, производящие их уничтожение. Благодаря этому исчезновению щитов с базы и повторное их появление в городе исключены. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии проводят инвентаризацию незаконной рекламы на Самарских улицах каждые два дня. Динамика есть, общее количество щитов уменьшается, но и новые появляются. Правда, счет их измеряется в единицах, не десятками, как раньше. При нынешних показателях это нормально. То есть главное, мы пока переломили ход событий и тенденцию поменяли. То есть не 20 возвращается, а 3-5. Да, с этим нужно бороться, никто не спорит. Составляются новые предписания, будут заключаться новые контракты. Сейчас в городе осталось чуть больше 200 незаконных щитов. Все они стоят в планах на демонтаж. Большую помощь в выявлении несанкционированной рекламы оказывает общественность. Акулы легального рекламного бизнеса, полиция и жители сообщают о фактах установки щитов. Городские власти стараются оперативно реагировать на все обращения. Андрей Горгуленко, Марина Матвейшина, Максим Гусев, Константин Головин. События. Большие торжества в выходные прошли в Новокуйбышевске. Исполнилось 65 лет со дня основания города и 60 лет нефтехимическому комплексу. В праздничный день горожанам в подарок приготовили не только концерт, но и открыли ряд знаковых объектов, которые подчеркивают трудовой и боевой подвиг горожан в разные годы. Олег Зверев оценил масштабы празднования. Символично, что триумфальная арка в Новокуйбышевске открыта в День воинской славы. 2 сентября – дата окончания Второй мировой войны и в то же время к юбилею города. Еще один символ подвига советского народа украсил проспект Победы в день, когда Новокуйбышевск отметил 65-летие со дня основания. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что отныне эта дата будет вписана в историю города. И я уверен, пройдет десятилетие, столетие, будущие поколения. Эту память никогда не забудут. Триумфальная арка классической формы, высотой 15 метров. Ее украшают 700-килограммовые барельефы. Сооружение заложили накануне 70-летия Великой Победы по инициативе ветеранов Новокуйбышевска. А деньги собирали всем миром. Мы сегодня хотим от имени ветеранов поблагодарить всех горожан города за тот вклад, который они внесли в строительство этого красавца. Прекрасное сооружение, прекрасный объект. Еще один памятник, который открыли в Новокуйбышевске в день города, герой социалистического труда, основателю градообразующего предприятия. Анна Сергеевна Федотова была первым директором завода синтетического спирта, 60-летие которого также отмечается в этом году. Сегодня Новокуйбышевск невозможно представить себе без нефтяного и нефтехимического производства. Памятник открыли молодые сотрудники предприятия. Для участия в церемонии приехали правнуки Анны Федотовой. Она была достаточно строгим человеком, очень ответственным, очень заботливым человеком. У нее не было даже сберегательной книжки. Она свою пенсию направляла на благотворительные всякие цели. Ну и жила, конечно, в том числе на нее, естественно. А вот официальное открытие нового ледового дворца в Новокуйбышевске состоится в конце ноября. Это будет единственная крытая ледовая арена в Новокуйбышевске. Сегодня дворец готов уже на 85%. Глава региона отметила, что в нынешнем виде пространство на трибунах используется нерационально. При желании можно установить дополнительные посадочные места. В краю можно мыла, еще по-другому поставить. Везде вот так в одном месте, во втором еще 100 мест. Одна-то согласна. Даже 150 мест. Торжественная часть праздника проходила на стадионе «Нефтяник». Юбилей города, в котором каждый третий взрослый человек трудится в нефтяной промышленности, имеет особое значение для всего региона. Задача сделать Новокуйбышевск самым благоустроенным городом, чтобы новые поколения горожан также гордились своей малой родиной. Почти 15 тысяч человек работают в отрасли нефтяной, нефтяной и газовой промышленности. Конечно, это даже для Самарской области очень много. А если брать всю Самарскую область, то почти 30 тысяч человек работают у нас в этой отрасли людей. Это основа нашей экономики. Это основа нашего бюджета. И это основа нашего развития. Глава региона вручил правительственные награды лучшим сотрудникам, тем, кто внес наиболее весомый вклад в развитие предприятия и города в целом. Поэтому город, безусловно, наш, родной, связь мы с ним никогда не теряли. По возможности стараемся помогать. Город, безусловно, меняется. Улицы благоустраиваются, значит, благоустраивается сам город. А завершились торжества уже поздно вечером. На стадионе состоялся праздничный концерт, после которого город украсили залпы фейерверка. Олег Зверев, Константин Головин, события. Полпредпрезидента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии Василия Маргелова. Статус окружного образовательное учреждение получило два года назад, когда вошло в проект кадетства, который реализуется по инициативе полномочного представителя президента. За пять лет совместно с Министерством обороны в округе создано пять корпусов. В них обучаются почти две тысячи человек, в том числе и ребята из Самарской области. Подробности у Ларисы Шалафаст. Баскетбол. В зимнее время можно заниматься хоккеем. Визит в кадетский корпус полпредпрезидента в ПФО Михаил Бабич и почетные гости начали с осмотра новых объектов – стадиона, фока, автодрома. После летних каникул воспитанники с трудом узнают альма-матер. Теперь здесь также есть спортивные уличные площадки, воздушный десантный городок и новый спальный корпус. Это нужно уметь совместить уставные требования с заботой о детях. Вот мы видели, и комнаты отдыха, и интерьер, он не так суров, как в казармах и на полигонах вооруженных сил. И предметы, достаточно воспитывающие, в том числе и доброту. В этом все здесь сочетается, это очень важно. Сейчас в этом кадетском корпусе обучаются 300 мальчишек со всего Приволжья. В следующем году, когда построят новое здание, их число возрастет до 420, и это не предел. Я с каждым разговаривал, у каждого спрашивал, какая у тебя мечта. Каждый ответил. Один, я ответил, хочу стать генералом. Остальные отвечали уже по принадлежности. Кто десантникам, кто ракетчикам, кто летчикам. Но у них уже с восьмого класса есть своя мечта. И они сегодня делают все для того, чтобы юридизовать. Ну а мы им должны помогать и создавать все необходимые для этого условия. В этом году здесь 84 новобранца. Погоны им вручают Герои Советского Союза, Герои России и полномочный представитель президентов ПФО Михаил Бабич. Набор в кадетский корпус, где готовят специалистов для воздушно-десантных войск, идет с восьмого класса. Всего в округе создано пять таких учебных заведений. Уже подписано соглашение о создании шестого в Чуарской республике. Сейчас в кадетских корпусах обучаются свыше двух тысяч воспитанников, в том числе и ребята из Самарской области. Лариса Шлафаст, События. Далее коротко о других событиях дня. Поезд с блоками ракеты «Союз-2.1А» выехал из Самары на космодром Восточный, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Отмечается, что, согласно плану, блоки прибудут на космодром 10-11 сентября. Ракета-носитель будет участвовать в тестовом выводе совместно с разгонным блоком «Фрегат». Старт ракеты «Союз-2.1А» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций предварительно намечен на декабрь. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома. Салют в день города можно будет наблюдать с Волги. Для желающих будет организована двухчасовая прогулка. Отправление от речного вокзала в 21 час. Напомним, что грандиозный праздник пройдет сразу на пяти площадках, которые будут находиться на второй очереди набережной. Главное действие состоится у полевого спуска. Здесь организуют выставку военной техники и наград, которых был достоин город в разные годы. На сцене выступят самарские российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотных групп «Соколы России», а на воде – парад кораблей. В воскресенье 3 сентября жители наблюдали смерч в районе Тольятти. По словам очевидцев, он кружил за постройками и до жилых домов не дошел. Видео необычного для нашего региона природного явления выложено в сеть. К слову, на этой неделе в регион придет похолодание. С сегодняшнего дня, согласно прогнозам, начнет дуть северо-западный ветер, который охладит воздух до 15-20 градусов в дневные часы и до 7-12 в ночные. При этом возможны небольшие и кратковременные дожди. В Самаре выросло железное дерево. Его ветви – это трубы Самарского водопровода, фонтан древа жизни, открывшийся на пересечении Галактионовской и Полевой – новая достопримечательность города. Что символизирует и кому посвящен арт-объект, знает Андрей Горгуленко. От модерна 19 века к хай-теку современности. В Самаре выросло 6-метровое древо жизни. Его корни и ветви – трубы Самарского водопровода. Авторы скульптуры – Кристина Цибер и Николай Куклев – тандемом работают уже больше 10 лет. Признаются, на споры времени не было. Идея древа родилась стихийно в творческом порыве. Сначала думали пойти от человеческого образа, но потом решили, что действительно должно быть именно некий объект, который будет воплощать в себе творение рук человеческих, природы и технологии. То есть вот эти три элемента, я считаю, что это удалось. Дополняет объект и оригинальный фонтан. Вода из крана спускается в чашу, которая в настоящий момент засыпана крошкой. До конца года ее дно планируют уложить специальной плиткой с городскими сюжетами. Сама чаша фонтана будет развитие, получит, будет мозаика. Самарская? Да, самарскую символику. Ну, практически, да, карта Самара будет. Нам в целом нравится, но мы хотим еще работать дальше над этим темой. Особенным древо фонтан делает и тот факт, что на него не были потрачены деньги налогоплательщиков или клиентов компании. Все сделано исключительно за счет сотрудников и партнеров СКС. Композицию создали в честь тех людей, благодаря которым в самарских домах есть вода уже в течение 130 лет. Мы как раз и привлекаем внимание людей к тому, что вода – это наш один из главных ресурсов, который на сегодняшний день есть. И чтобы за этой водой еще видели труд людей и берегли то, что у нас сегодня есть. Новый арт-объект расположился весьма удачно. Мимо него и горожане, и туристы будут спускаться к Волге. Совсем рядом и ЗАГС. В компании уверены, свои первые семейные фотографии молодожены будут делать именно у древа жизни. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Хроника Великой Отечественной войны глазами рабочего. В Самарском дворце ветеранов открылась выставка «Дневник Филиппа Разумцева». Труженик тыла. Он в 41-м году был эвакуирован в Куйбышев. И каждый день войны нашел отражение в его рукописях. Сейчас это бесценный исторический документ. На выставке побывала и Алина Чемерес. Он пишет, что нет еще на заводе, еще не все полностью стоят крыши, еще открытые корпуса и еще оборудование, еще только идет из Москвы. Эвакуированным негде спать, жить приходится вместе с заключенными. Таковы воспоминания Филиппа Разумцева, рабочего из цеха заточки инструментов на заводе имени Фрунзе. В 41-м году он, как и тысячи других трудящихся на предприятии, приезжает в Куйбышев. Как значит из рукописи сначала и не подозревает, что так теперь называется Самара. Записи в своем дневнике, который теперь историческая ценность, Разумцев делает каждый день. Здесь о движении наших войск на фронте и о бытии куйбышевцев в годы войны. И он, человек пишет возмущенно. «Хочу жрать». Ну я цитирую. «Голод, холод и возмущение. За 42-й год я ни разу не сходил ни в кино, ни в театр. В 42-м году во время войны, работая так, человек возмущен. Вот уровень культуры». Сегодня дневник Филиппа Разумцева впервые покинул пределы музея «Самара космическая». В 15-м году документы историкам передала племянница рабочего. За это время мемуары труженика тыла увидели более 5000 человек. Сегодня главные зрители – ветераны и дети фронта, у которых еще живы воспоминания о войне. «Наверное, года три мне было, когда была воздушная тревога на Камчатке. И меня несли, это было страшно, но этот страх остался до сих пор, когда меня несли в бомбоубежище. Над нами летали самолеты, над поселком, который недалеко от Петропавловска, Камчатского». Кроме исторических рукописей, на выставке представлены документы, награды, фляжки и гильзы. Планируется, что экспонаты во Дворце ветеранов пробудут до ноября. Дальше они отправятся в другие уголки губерний или даже за пределы региона. Алина Чембери, Сарцем Суайманов, События. Первый пошел. Подведены итоги конкурса телезрителей маю-1 сентября. В нашу редакцию поступило множество ваших удивительных рассказов и воспоминаний о самом первом Дне знаний. Авторы самых оригинальных историй получили призы от партнера конкурса, первого семейного развлекательного центра, билеты в кино и сертификаты. Мы сейчас в школе, тем более с моей, с любимой, с родной мы не расстаемся. Там, где мои учителя, любимые, которые встречают меня всегда, привет, как дела и все остальное прочее. Вообще со школой связаны самые, ну, наверное, незабываемые воспоминания. Всем одноклассникам передаю привет, кто меня сейчас видит. Сентябрь месяц для телеканала «Самарагиса» особенный. У нас начинается череда празднований нашего десятилетия. Будет много интересных конкурсов, проектов, акций, удивительных флешмобов. И здорово, что наши зрители принимают во всех них активное участие. Вас так много в наших социальных сетях. И мы рады, что вы всегда очень трепетно и очень быстро отзываетесь на наши конкурсы. Поверьте, их будет еще предостаточно, и каждый успеет принять в них участие. Напоминаем, что прочитать истории победителей конкурса можно на нашем сайте. Там же регулярно появляется информация о новых акциях и конкурсах. Дерзайте! Более 40 миллионов легковых машин ездят по российским дорогам. Такие цифры озвучили эксперты аналитического агентства «Автостат». Сколько из этого числа автомобилей отечественного производства, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В начале рабочей недели черное золото дешевеет. За баррель марки «Брент» дают 52 доллара 30 центов. Валюта теряет в цене. Курс на 5 сентября – доллар 57 рублей 78 копеек, евро 68 рублей 72 копейки. Золото стоит 2460 рублей, серебро – 32 рубля 66 копеек за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 8 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 7 копеек. По дорогам России ездят почти 14 миллионов автомобилей «Лада», подсчитали аналитики агентства «Автостат». Доля иномарок достигает 60% и примерно каждый пятый автомобиль в стране – внедорожник. Россияне стали реже брать больничные, сообщил Минздрав. В 2016 году оформили на 12 тысяч листов нетрудоспособности меньше, чем годом ранее. Но не потому, что меньше болеют, просто для многих это невыгодно. Зато кредиты начали гасить исправнее. По информации Центробанка, объем займов с просроченными платежами снизился на 11%. На этом все. Удачи в делах! Сторги, Людос, Эрос – три основных стиля любви, согласно греческой философии. Эти направления, а также их сочетания, попробовали передать зрителям через разные виды искусств артисты новой творческой площадки Самары – арт-элеватора. Среди искушенных зрителей оказался и Андрей Горгуленко. Саркис и Карина танцами занимаются с самого детства, а потому их импровизация смотрится как хорошо продуманная постановка. Танцевальный дуэт признается, они не любят долгих репетиций, предпочитают сразу выносить свои эмоции на публику. Так лучше получится передать зрителю такое сложное чувство, как любовь. В основном это все будет строиться на импровизации, потому что импровизация, она максимально честная. Скорее это будет как чувство, переданное в движение. Когда я чувствую что-нибудь, то легко передать. Но главное это чувствовать внутри. Семь авторских номеров раскрывают зрителю семь разновидностей любви по концепции, которую описали еще древние греки. Одно чувство разумное, спокойное, рациональное, а где-то любовь – это борьба двух ярких индивидуальностей. Третье чувство почти маниакальное. В каждом движении артисты передают красочную палитру эмоций. Эрос – любовь, страсть – это танец. Людус – любовь, игра – это два музыканта, которые соперничают друг с другом. Но поэзия, конечно, любовь жертвенная. Поэтому это вечная тема, мы решили ее раскрыть инструментом и методом экспрессии наших невероятно талантливых авторов. Главная цель вечера – раскрыть семь видов любви артистам покорилась. После шоу зрители покидали зал, открыв для себя новые эмоции. Пространство было абсолютно погружено со всех сторон. Именно в тот арт, в ту поэзию, в ту эмоциональную обстановку, которую нужно было ощутить всем зрителям. Мне кажется, я прониклась полностью, и каждый вид любви был прочувствован и понят. Самарская арт-котельная только начинает закипать. Этот концерт организаторы называют предстартовым. А пока они готовятся к новому шоу – 7 октября. В этот день зрителям обещают открыть новую вселенную. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Выходные в Самаре получились по-настоящему спортивными. На лыжной базе «Чайка» прошел первый фестиваль скандинавской ходьбы. А в «Крутых ключах» разыграли призы 8-го мемориала заслуженного тренера СССР по баскетболу Юрия Тюленева. Сергей Кизоркин познакомился с чемпионами. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Скандинавская ходьба. Новый вид спорта прописался в Самарской области. Самар Оупен. Стритболисты почтили память заслуженного тренера Юрия Тюленева. Восьмой турнир памяти легендарного баскетбольного заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева прошел в непривычном месте. Из-за реконструкции площади Куйбышева к чемпионату мира по футболу стритбольные матчи перенесли в поселок «Крутые ключи». За трофей сражались 170 команд со всей страны в 11 возрастных категориях на 17 площадках. Стритбольный батл, который стартовал еще утром, определил победителей только ближе к вечеру. Кубок среди мужчин получила команда «Лэб Раша». У девушек трофей достался неудержимым метелкам. Призы за оригинальные названия команда на Самар Оупен не получили. Спортивный комплекс «Чайка» в эти выходные принимал первый фестиваль Самарской области по скандинавской ходьбе. На старт вышли несколько сотен спортсменов – от школьников до пенсионеров. 53-летний ветеран лыжного спорта Камиль Биткулов легко финишировал на 10-километровой дистанции по скандинавской ходьбе. Рассказал, что этот вид спорта отлично подходит пенсионерам. Для разнообразия, отличная тренировка. В прошлом году 5 бежали, это маловато. Дорога радости «Проверь и испытай себя» – такие оригинальные названия получили дистанции 3,5 и 10 километров на первом областном фестивале по скандинавской ходьбе. Оказывается, ходьба с палками – это не паралимпийская дисциплина спортивной ходьбы. Это полноценный вид спорта, его корни уходят в лыжный спорт. Новомодный вид спорта прижился как в городе, так и в селе, ведь правила соревнований элементарны. Это наиболее естественный вид движения, и он действительно для человека максимально полезен как в плане реабилитации, так и в поддержании его хорошего физического состояния. Завершился первый турнир по скандинавской ходьбе микс эстафетой 3 по 300 метров. Шли семьями в трех поколениях – отцы, дети и внуки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!